Целый год ожидания Боже мой, для меня это был самый мучительный период Получив самый высший ранг в Infinite Warfare, я не мог ждать Я просто загнивал и молился о новой Call of Duty И боже мой, вот она! Возвращение к истокам никакого злоебучего космоса Спасибо! В данном кратком обзоре я выскажу две точки зрения Call of Duty World War 2 Одна из них полностью обосрёт игру Другая же сторона меня покажет вам, почему она может быть отличной? А спонсором данного видео является никто, потому что я нахуй никому не нужен Начинаем Тра-та-та-та-та-та-та-та-та Вы уже можете видеть, насколько в ней ёбищная стрельба из стационарного пулемёта Она настолько ужасна, что рука просто хлопает по нему, словно сутенер шлёпает себя по яйцам А как же тут поживают немцы? Да никак! Такие же тупые овощи, как и аудитория Майнкрафта Стреляют, криво бегают, криво убивают Не убивают вообще Вы, наверное, все ожидали шикарный сюжет про друганов и братьев, которые сражаются бок о бок на войне А вот и нихуяшечки Ничего кроме катсцен, где они подшучивают друг на другом и получают пизды от самого командира, вы ничего не увидите Главные персонажи настолько не раскрыты, что к середине игры вы помните только имя Сусман И то, наверное, понимаете почему Ну и наше любимое это Графон Не буду, конечно, говорить, что он говно Но иногда в некоторых местах или катсценах кажется, что разработчики хуям забили на эту часть игры и локации О мультиплеере я даже не хочу говорить, так как он, ну, настолько всасывает другим играм, что в нем только может залипнуть конченый овощ Теперь я хочу рассказать вам о вещах, которые не настолько уебищны в этой игре Там, где Графон есть, он и вправду неплох Лицевая анимация персонажей очень радует Они детализированы и хорошо показывают эмоции Общий графон подтянули, текстура и общий вид стал лучше, но впритык к текстурам все равно лучше не подходить, а то вскройтесь нахуй Очень хорошо работает киношный цветкор и освещение, которые дают отличную атмосферу Второй мировой войны Несмотря на никакой сюжет, в кампанию интересно играть Тира стала в разы меньше, прям в разы Разнообразие геймплея и уровни радует и никак не отвлекает от геймплея Я не верю, что это говорю, но кампания, вправду, неплоха Первые три часа игры, пока я стримил, я вообще забыл о времени и офигел, когда увидел, что я проиграл три часа Люди на стриме и стрим докажут это Такого давно не было в Call of Duty, что тебя не заебывает стрелять по даунам Тут и погони на машине, и немного стелсии, и катсцены, и красивые перебежки между взрывами Уничтожение танков, как в оригинальных играх Подошел сзади, прицепил пластиту, бежал, взорвал вообще, бэм, бэм Еста на танке, игра в агента под прикрытием И хождение по генштабу фашистов, где ты можешь даже пообщаться с кем-то, как в РПГ Стримбайз ПВО, невъебительная катсцена с расхуячиванием поезда За этот кусок катсцены я только готов уже дать игре 10 из 10, нахуй, игра года Да не, шучу конечно, но она и вправду была просто с носом головы, и похуй, что это нереалистично Общее впечатление от компании, то что это не та колда, которую мы все получаем последние лет 5 Вариативность и разнообразие геймплей заставляет вас прилипнуть к игре и играть Охуеть, как так-то? Одна из причин, почему я покупаю колду каждый год, это зомби-режим И офигеть, не ебаться тут полностью новой зомби Новые модели, движения, анимация, звуки Появилось огромное разнообразие зомби со своими разными способностями Также в зомби-режиме поработали над звуком И теперь, когда вы, например, разворачиваете сзади его зомбарь То прям как в хоррорах проигрывает звук скрипки Когда начинается жесткий замес, то меняется музыка на более экшоновую Зомби-режим просто охуенен, тут прям спасибо огромное разработчикам Данная Call of Duty получилась неожиданно не говнищем Я бы даже не побоялся сказать, она получилась довольно-таки хорошей Компания никак не надоедает, радует визуально и разнообразием геймплея А зомби-режим дает вам альтернативу и затягивает на много часов дрочерства Говоря о мультиплеере, то тут уже зависит от вашего интеллекта В целом я не жалею денег и жду больше карт для зомби-режима Многое техническое дерьмо перекочевало в данную игру, к сожалению Как и движок десятилетней давности Но как-то теперь не все так убого Ну вот и все, краткий обзор подошел к концу Еще много вещей я мог бы сказать, но не хочу затягивать это Стоит ли вы купить игру? Я думаю, возможно, да Если вы очень любите зомби-режим И если хотите хорошую компанию Несмотря на то, что исторические факты в этой компании неправильные А вы что думаете об игре? Дайте знать в комментариях И подписывайтесь на канал С вами был Клим Поп Всем пока!